всем привет в общем мы завели кошку кошкой буду ухаживать я ну юра в принципе в первые жизни высказался не против это масяня вот она кормушка масяни да масянь тут у нас сухой корм жидкий жидкий в холодильнике вот она уже кушала тут пойду вам покажу ее туалет сейчас вам масяня покажет свой туалет вот он ее лоток она уже ходила в туалет кошка приучена была к лотку я аж удивилась должна была мне сейчас свое место показать но выбрала покушать это нормально мы же уличные коты короче кошку видимо подбросили она такая домашняя воспитанная так что и к лотку видите приученная оказалась и вот из мисочек кушает приятного аппетита масяня смотрите какая она ухоженная какая у нее блестящая шесть она постоянно вылизывается купила ей таблеточку от глистов она уже ее скушала молодец первого раза даже не пришлось сталкивать купила ей получается шампун против блок сейчас мы пойдем покушать пойдем купаться и еще для профилактики через три дня после вот этой таблетки от глистов еще на холку ей намажу там капельки какие-то хорошие тоже против блок это купила я вот такую рыбку игрушку не знаю будет она играть или нет чтобы они не было ощущение одиночества это мы все что вчера нашли такое ненужное постелили ей спальное место она тут спит постоянно кстати очень часто спит поставила и мишку с которым уже даже давно не играет но если что его даже постираю без проблем то есть она чувствует себя уютнее здесь и защищение и вот такой вот классную когте . я взяла вот не знаю пока куда ее приткнуть в этом уголке здесь поставлю у нее будет еще и когте . она пропитана мятой не знаю получится ей тут точить когти или нет но во всяком случае пока на кухне или больше и негде этим заниматься тут либо кафель обои нет я не дам ей когтями царапать так что я думаю что она еще воспитанная она очень воспитанная то есть она почему ее взяли она несколько дней к нам заходила значит ну как бы не в квартиру в секцию потом начала заходить иногда в квартиру мы выходим туда-сюда бывает она вот когда мы ходим она тоже за нами вязалась но как-то не продолжительное время ходила ходила вчера она просто зашла на кухню и все она не вышла просто вы тут поняли что это знак давайте еще подсыплю приятного аппетита масяне сейчас поезд это уже вторая порция и вообще и за сегодняшний день уже третий раз кормлю к обеду то есть она очень голодная но сказали что это может быть и глисты поэтому я сразу же купила и от глистов таблетку выглядит она очень здорово посмотрите какая у нее блестящая шубка черный такой окрас пятнистый как он называется пятнистый таби или как-то так видите кстати по моему подписчики подарили вот такие вот лоточки с кошечками есть еще там внутри были поменьше типа в матрешке их три штучки было и 4 вот сейчас в одной из них пригодился видите корм теперь кошачий лежит сухой сразу сказали в магазине что надо пересыпать такой корм и закрывать его крышечкой чтобы он не уветривался так что у нашей масяне теперь все по фэн-шую мой хрустит как вкусно да вы вкусно как вкусно она очень красиво посмотрите какая она грациозная набить и сама вылизывается в туалет с первого раза сходила продала только и только сегодня нашла с наполнителем вчера у нас было просто тазик миска там и земля я вообще думала что так как она жила какое-то время почти месяц на улице она наверное привыкла справлять нужду в земле на земле но она вчера терпела терпела сегодня принесла наполнитель и она сходила в туалет это вот прям удивительно значит все-таки моя гипотеза о том что эта кошка изначально была домашняя но она уже больше месяца живет у нас на улице уже жила теперь я думаю что живет дома ну вообще воспитанная до безумия спокойная она мяукает только когда хочет есть это даже не то что когда хочет есть когда вот уже пакетик жидкий открываешь вот тогда она прям вообще этот влажный корм она обожает она сразу мяу ну такая я как-нибудь думаю если все хорошо будет я вам покажу как она просит еду потому что это прям умиление целое ну теперь я вам показала ее домик да скажем так место лежанку туалет показалось полностью room tour по мосяне пока живет на кухне но я ее буду брать с собой буду жить на своей квартире в курске когда буду родителей она у нас пустая и как раз мы с масяне там поселимся то что мы едем надолго куплю переноску поедем не знаю как она выдержит в машине в курске возможно еще к врачу съездим там просто больше выбор чем здесь эти дела в город как-то вести ее на фиг его знает наверное лучше уже там уже в курске сходить тем более скоро поедем так что такие вот дела надеюсь вам понравилось это видео пишите рады ли вы что у нас наконец-то хоть кто-то появился теперь у нас есть двойная ответственность мы бы ее например не брали бы в курск потому что юра ненадолго едет но юра по возвращению по моему куда-то еще собрался так что ну чтобы кошка одна не оставалась долго пусть лучше она ко мне как-то больше привязалась за это время пусть она тогда то ты моя сладкая приятного тебе аппетита красавица нет нет не поновить вот у нее чувство голода неумеренное и это уже третья порция за сегодняшний день то есть она ест как не в коня у нее кстати здесь обязательно водичка свежая каждый день буду менять эту может быть даже два раза на день чтобы у нее это было нормально что знаю что коты любят попить вот кстати пить будешь не пока ты все покусала иди на свое место иди на свое место красотка смотрите 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 на свое место ушла сразу асянь амасянь киса масяня и моя сладкая вот у нее рыбка есть очень чистоподная посмотрите только поела и сразу вылизываться но мы не будем ждать пока она вылезутся пойдем мы покупаем вот совсем другое дело до теперь чистенькие сейчас мы подсохнем у нас еще стоит какая красота на масянке масянке будет свой красивая шейничек до высохнешь ее очень-очень долго растирала полотенцем но она решила перекупаться влага помыла я себя лучше бою старалась вот эту зону ушей не затрагивать потому что знаю что туда вода не должна попадать вот максимально для нее комфортно но при этом помыли вспенили потёрли ее почесали потом опять смыли в общем теперь посушили видите какая какая чистоплетная зайка у нас чистоплетная кстати какой мех аж белый стал внизу такая чистая вода такая рыжая серая выходила но самое интересное блох не было то есть я очень хорошо терла я знаю что такое когда есть блохи поверьте у меня была белая кошка первая но у нее были блохи это был пипец у пушинки тоже были но совсем совсем чуть-чуть а вот у маркизы было очень много блох и это пипец когда смываешь воду прям видишь как они вы смываются вместе с водой у этой нету то есть но может там одна и две если и были то есть не заметила даже потому что она но очень чистоплотный какой роскошный хвост дай бог что она не куснула она немножко перенервничала все коты наверное нервничают когда купаются но стоически выдержала даже пушинку мне гораздо сложнее покупать было в общем я ее купала в раковине в тазике у нас не получилось в ванной поэтому мы ее купали в раковине как мы я и я и масяня искупались и теперь вот высушиваемся ребят пока масяня тут наводит водные процедуры вылизывается подскажите мне пожалуйста у меня вот такой вопрос так как я поеду очень на далекое расстояние да вот как бы 17 может быть 18 19 часов в одну сторону все таки для кошки это наверняка будет большим стрессом как уменьшить этот стресс а я думаю что среди моих подписчиков есть люди которые у которых есть домашние животные это раз во вторых которые не в наверняка не раз возили их куда-то но одно дело когда ты кошку сумку садишь как бы переноска такая сумка переноска да допустим до ветклиники обратно это одно дело а другое дело конечно такие вот дальние расстояния я хотела бы минимализировать стресс для животного в плане того что в любом случае вести придется но как сделать так чтобы кошка максимально ну легко перенесла эту поездку может быть какие-то определенные переноски посоветуйте большие допустим как вы вообще в дороге кормите по эти животного как он справляет нужду в дороге вообще как себя кот или кошка может повести в дороге в то что мне тоже нужно быть к этому готовой очень хочу чтобы это правда с минимальным стрессом для животного было потому что в любом случае переноску надо наверное брать какую-то специальную вы мне скажите какая переноска может быть там узнают директ в инстаграме или ватсапе номер есть в описании там или вконтакте напишите или даже будет круто если фотографию пришлете как должна выглядеть переноска на такие долгие путешествия потому что я понимаю что вот банально в сумке в этой переноске животного будет во-первых тесно во-вторых неудобно в третьих душно и вообще будет клаустрофобия и это будет сказываться негативненько на животным хочу чтобы моя масяня перенесла поездку хорошо тем более что обратно ей также придется ехать в переноске со такое кто-то пришел она уже ведет видите себя как хозяйка где-то приоткрылась дверь она же глаза вылупила наверно когда хозяин вернется она вообще кинется ему навстречу на вид кстати я думаю что ей год не больше она может быть даже чуть меньше просто она вот тут такая вот кажется что крупная самом деле это шерсть я когда ем его она крыска-крыска и было то есть там вообще крыска-крыска этого то что у нее сервис такая длинная красивая и что самое смешное у меня нет на нее аллергия то есть она уже больше суток на кухне я на кухне вы сами знаете очень много времени провожу вот на пушинку со пушковым вот этим мехом у меня есть аллергия на эту кошку длинношерстная гладкошерстную но как бы это обычная дворовая кошка вот на нее у меня почему-то аллергии нет может быть какое-то строение шерсти другое может тут волоски у нее за счет того что гладко шерстная блестящая вот эта шубка она не выделяет там каких-то токсинов кошачьих может быть это я уже выдумываю может быть кошка гипоаллергенна тоже интересный момент в общем все жду вас комментариях обязательно пишите вот сейчас прям очень нужен ваш совет касаемо переноски как с животным помогать ему в дороге делать ли остановки вообще может быть шлейку купить чтобы выгуливать ее когда мы будем делать на трассе останавливаться или не нужно или просто достаточно ее выпустить по салону машины походить то есть вот вот такой момент совсем без переноски я не могу ее вести потому что смотрите у меня пока нет чехлов на машине а у нее шерсть как бы ну летит и я просто потом не пропулесошу так идеально будут везде ее волосы то есть как бы это не очень хорошо да и плюс она может бегать и под педали под ноги побежать то есть не знаю как она себя вообще поведет машине то теперь жду вас комментах очень очень правда нужен ваш совет и ваша помощь с вами была Светлана Азаровская всем пока пока жду в комментариях очень важное видео